здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала на календаре 15 декабря четверг и с вами программа город в лицах у меня очередной выпуск чем он связан могу сказать есть хороших два информационных повода и две пары мужчина и женщин который кстати не муж и жена 1 это мария муравьева и владимир бурмистров яркие представители благотворительного фонда мамино сердце директор и председатель попечительского совета сегодня в ловке свобода на улице грибоеда 58 прошла предновогодняя уже начали праздновать новый год предновогодняя елка для тех детей которых мягко говоря опалила война для детей из пунктов временного размещения внимание на экран вот еще не завершился мы как обещали что декабрь это череда мероприятий культурно-массовых поэтому мы продолжаем проводить детские елки это не последняя елка будут будут еще и выходные следующие через выходные будет ряд еще мероприятий с нами сотрудничает большое количество предпринимателей большое качество активистов волонтеров хотелось бы отметить последнее время активность медиков в связи с возрослыми проблемами с здоровьем активностью вирусных заболеваний поэтому с нами сотрудничают еще и частные клиники больницы клиника семейная здесь они оказывают помощь не только пвр-овцам но и также остальным всем нашим подопечным мы хотим поблагодарить кинотеатр и на люксном московском сегодня мы находимся в замечательном пространстве пространство лофт хочется сказать большое спасибо холду Сергею и его супруге Ольге за то что они раскрывают свои двери для проведения подобных елок хочется сказать большое спасибо за сотрудничество русскому радио детской радио для нас организует елку в эту субботу поэтому мы рады когда у нас появляются новые партнеры мы рады когда люди понимают о том что та помощь которую они оказывают она дает очень много не только с материальной точки зрения но и также поднимает дух и психоэмоциональное состояние наших подопечных мы днем и ночью мы искали праздник классный очень ждали что найдем его вот нос и вот пришел а и 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 Я очень люблю, уважаю, желаю вам только самого-самого лучшего. Спасибо. У вас важно то, что сегодня произошло? Да, конечно. Замечательный праздник, замечательные события, очень красивое место, пространство. Спасибо Марии за приглашение. Полегче стало немножко? Конечно, всегда маленький праздник дает чуть больше надежды. Подводя итог, хочется сказать, что все, что вы могли делать, хорошего и доброго для людей, для детей с освобожденных территорий, мы делали. Максимально все усилия приложили, приверли максимальное количество предпринимателей, граждан, которые не захотели остаться безучастными. Я хочу сказать спасибо всем предпринимателям, всем жителям Рязани, которые принимали участие в наших акциях, которые принимали участие в сборе гуманитарной помощи, которые помогают нам организовать эти прекрасные мероприятия для детей и взрослых. Это и мастер-классы, это и парикмахерские услуги, это походы в кино, медицинские услуги. Ну, естественно, журналистов, которые это освещают и всем показывают важность этой работы. И вкратце о планах, что в планах, наверное, уже планы есть? Планы проведения спортивных мероприятий, поднятия патриотического духа у молодежи и поездки опять в зону СВО с гуманитарными миссиями. Неожиданно там, на съемках, я встретил исполняющий обязанности ректора Рязанского госуниверситета. Неожиданно вообще, конечно, я не ожидал Игоря Мурога. Вот что он сказал. В заключении нашей беседы Игорь Александрович пообещал дать интервью. Много всяких ходит слухов, сплетен, разговоров о том, чем он занимается в одном из крупнейших вузов, наверное, в самом, может быть, крупном вузе региона. Мы видели шквал критики, слышали в его сторону. Ну, я думаю, если слова воплотятся в дело, он меня пригласил прийти в университет и дать интервью без купюр. Денег, сразу говоря, я у него не возьму. Это будет не рекламное интервью. То, что сегодня делает Мария вместе с Владимиром, это мне близко по сердцу, помогать людям. И я всегда говорил и буду говорить, ведь в жизни самое главное не наследить, а ставить добрый след. И вот мы все вместе, каждый по чуть-чуть, будем вносить в жизнь радость, жизнь станет веселее. Мы принесем пользу. Мы вот этим детишкам должны по возможности, каждый из нас, делать праздник. Они много пережили. Но наша задача сегодня показать, что вот пока мы все вместе, значит, мы едины. А пока мы едины, мы непобедимы. И я имею свою гражданскую позицию, как человек, который прослужил более 30 лет вооруженных силами. Я прекрасно понимаю, что сегодня происходит. И еще раз призываю всех к одному. Друзья, коллеги, однополчане. Давайте объединяться. Давайте помогать. Победа будет за нами. И вторая пара. Вторая пара. Это Юлия Смирнова и Алексей Гусев. Певица, композитор Юлия Смирнова. И ее многолетний режиссер, постановщик всех ее выступлений. Алексей Гусев. Я побывал на генеральной репетиции во Дворце молодежи. Сегодня, завтра, 16 декабря. Юля споет сольник. Конечно, она всех приглашает. Алексей человек скромный. И вот только вы сейчас услышите голос откуда-то из темноты, пустого еще зала, который, я надеюсь, завтра будет заполнен. Он такой где-то на минуту. Мне кажется, ну очень. Меньше? Забосновательно. Меньше. Меньше минуты даже. Сейчас. Да? Вы послушаете его? И сразу давай как бы три песни встык. Ай, мама, черто-белый вариант. Это прямо однозначно. Есть такая легенда о птице, что поет лишь раз за свою жизнь. Но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника. Да, вот так вот туда. Поехали. Без тебя. Снега бабе безвы позади. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует...